МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, за две сессии Красноярского городского совета на прошлой неделе мы увидели массу событий, вплоть до того, что одна из фракций покинула заседание городского совета. Но вот уже третья сессия, она прошла совершенно иначе. Два решения были приняты за 19 минут. Что произошло? Почему удалось так кардинально изменить работу? Ну, я думаю, что первые две сессии – это вообще не показатель работы городского совета, потому что весь этот ажиотаж вокруг портфелей, как журналисты говорят, он немножко надуманный, потому что так называемые портфели, вот эти должности председателя, заместителя председателя, председателя комиссии, заместителя председателя комиссии – это больше абуза, чем какие-то привилегии. Точнее, привилегий там вообще никаких нет. Поэтому все вот это шоу, которое сопровождало распределение должностей, ну, оно вообще было не нужно. И сейчас, я думаю, просто те депутаты, которые вот эти скандалы как-то инсценировали, они пришли к пониманию, что горсовет должен заниматься совершенно другими вещами. Горсовет должен делать ту работу, для которой он, собственно, избирается. И поэтому вот последняя сессия, она показала, что действительно наступило какое-то понимание, и горсовет начал входить в конструктивное русло. Политическая борьба, она там закончилась, как вы считаете? Все? Больше не будет, как вы сказали, такого вот шоу, да? Больше не будет политики? Политика, безусловно, будет, потому что мы в политизированном пространстве сегодня существуем, но горсовет – это самое последнее место, где вообще должны быть политические баталии. Это не Государственная Дума, это не выборы президента, это вопросы, которые максимально приближены к людям. И я вот убежден просто, я об этом всем своим коллегам говорю, что по каждому конкретному вопросу мы должны искать вариант решения, который устроит всех депутатов. Потому что это и будет тот вариант, который нужен сегодня горожанам. Но не может быть никаких споров о том, надо строить, например, детские сады или не надо строить детские сады. Здесь нет предмета вообще для политических баталий. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы будем здесь биться за какие-то вопросы, то он просто не понимает, какие вопросы входят в компетенцию городского совета. А как раз там самые вопросы – строить детский сад или не строить детский сад? Те вопросы, которые входят в компетенцию органов местного самоуправления – это вопросы жизнедеятельности, муниципального образования, это вопросы ЖКХ, транспорта, благоустройства, градостроительства. То есть то, что людей сегодня окружает. Нам не надо рассуждать о том, как лучше реформировать Академию наук или пенсионную систему. Это не наша компетенция. А по этим вопросам у горожан и у нас как их представителей, как правило, точки зрения совпадают. – На прошлой неделе, в четверг, в пятницу, после того, как завершилась вторая сессия горсовета, были очень резкие высказывания представителей нескольких партий, и в том числе в публичном пространстве были созданы пресс-конференции. Вот то, что такое обсуждение происходило не кулуарно, а именно выносилось на публику. Как вы считаете, это нормальная вообще работа в горсовете, или все-таки это было что-то экстраординарное, и не стоит выносить это на публику? – Я считаю, что общественность в любом случае вправе знать точку зрения, которую та и иная фракция отстаивает. Но вообще я считаю, что это, конечно, излишне. После каждой сессии устраивать пресс-конференцию. И по факту, вот три недели ушло на пресс-конференции и громкие заявления, а те вопросы, которыми должны были заниматься депутаты, они, многие вопросы, ну, до настоящего времени просто не решены. – Но, тем не менее, два вопроса удалось решить всего за 19 минут. Какие вопросы еще не решены, которые должны быть уже иметь какое-то решение? – Ну, вот сейчас у нас комиссии сформированы. Нам необходимо внести поправки в положение комиссии, где более детально закрепить их компетенцию, учитывая, что комиссии стало не 6, а 9. – Ну, а вот сейчас в одной из комиссий пока еще нет заместителя. Можно ли говорить, что это уже полностью рабочий горсовет, или пока все равно существуют какие-то условности? – Горсовет был полностью рабочим в тот момент, когда его избиратели наделили полномочиями. То есть все по закону, он вправе был приступить к своей работе, поэтому даже если бы не были избраны председатели комиссий, то все равно он мог бы выполнять свои функции. До тех пор, пока 19 депутатов будут ходить на сессии и рассматривать те вопросы, которые находятся в компетенции городского совета. Вот здесь я как раз никаких проблем не вижу. И, собственно, поэтому и произошло такое перемирие на последней сессии, потому что вот группа депутатов, которые считали, что путем вот этих демаршей они могут какие-то особые условия работы себе обеспечить, они поняли, что они могут вообще не возвращаться, и все равно городской совет будет легитимен. – То есть сейчас городской совет, по сути дела, неуязвим? – Все зависит от сознательности избранных депутатов. То есть если у нас продолжатся вот эти демарши, то все остальные депутаты будут вынуждены забыть про командировки, отпуска и ходить в горсовет как на работу. Во все девять комиссий, на сессии, в прочие органы, которые с участием горсовета будут формироваться. То есть, ну, это будет, конечно, сложно, но раз сложилась такая ситуация, ну, значит, надо брать и работать. – То есть, в принципе, там уже, как вы сказали, кворум 19 человек достаточно для того, чтобы принимать любое решение горсовета? – Начиная от утверждения бюджета города и заканчивая всеми остальными решениями. Единственное, в устав города две трети надо. Ну, устав города – это как конституция, по сути, его менять не обязательно. – Сейчас перед депутатами, насколько я знаю, стоят, во-первых, два вопроса. Это поправки в бюджет уже существующий, то есть этого года, и принятие бюджета следующего года. А насколько это ближайшие цели? Когда уже вы приступите к работе над этими бюджетами? – Корректировка бюджета, она уже внесена. То есть, сейчас экспертно-правовой отдел будет делать заключение на эту корректировку, и дальше комиссии начнут уже либо на этой неделе, либо на следующей уже этот вопрос рассматривать. Причем корректировка бюджета – это, как правило, технический вопрос, когда приходят какие-то краевые или федеральные деньги, и для того, чтобы их потратить, просто надо формально проголосовать. Поэтому я не думаю, что там будут какие-то принципиальные разногласия у депутатов. И вообще, когда говорят, что депутаты какое-то судьбоносное влияние на бюджет города оказывают, это заблуждение. Есть целый бюджетный кодекс, который детальнейшим образом расписывает, как формируется бюджет. Поэтому, когда депутаты приходят с таким устойчивым мнением, что сейчас они будут делить бюджет города, то это неправда. Бюджет у нас по бюджетному кодексу формирует администрация. Дальше есть программа социально-экономического развития города, где вот можно расписать какие-то приоритеты. Что мы должны в первую очередь сделать, что во вторую? Построить, например, спортивные сооружения, или ливневую канализацию, или трамвай запустить, или детские сады. И вот, исходя из этих приоритетов, потом и формируется бюджет. А так просто, вот мы одну строчку вычеркнем, а другую нарисуем, это невозможно по бюджетному кодексу. Но депутаты как же могут влиять на бюджет каким-то образом? Это же не просто люди, которые сидят и поднимают руки, да, мы согласны. Есть же какое-то влияние у депутатов? И насколько оно велико, чтобы мы, избиратели, понимали? Влияние не так уж велико. Есть программа развития города, есть вопросы наполнения бюджета. Вот здесь депутаты могут существенно повлиять. Перекрыть какие-то лазейки, да, за счет которых бюджет недополучает деньги. Или, наоборот, какие-то деньги расходуются нецелевым образом, или нецелесообразно. Или неэффективно. Да, вот здесь как бы есть большой фронт работы, да, разобраться, как у нас функционируют муниципальные предприятия, муниципальные автономные учреждения, как у нас арендная плата за муниципальную собственность начисляется и получается, как у нас приватизируется муниципальное имущество. То есть, по сути дела, депутаты – это те люди, которые создают условия для наполнения бюджета деньгами, которые впоследствии уже распределяет городская власть. Я правильно понимаю? В первую очередь, да. Поскольку от депутатов здесь многое зависит. Вот здесь очень большая компетенция горсовета. А во вторую очередь, депутаты могут влиять на определение приоритетов, но они не составляют бюджет. Вот что принципиально. Бюджет предлагается уже в готовом виде. И дальше можно обсуждать, почему здесь мы тратим больше, а здесь тратим меньше. Но границы этого обсуждения, они тоже очень жесткие. Мы не можем, например, взять и решить, что мы не будем платить, например, зарплату учителям. Но это же абсурд. Значит, здесь уже строка сформирована. Здесь воспитателям детских садов. Здесь врачам. Здесь инвестиционная программа, по которой нам 70 садиков надо построить к 2020 году. Здесь у нас строительство спортзалов. И возникает вопрос, а что осталось? Можно сократить расходы на открытки. Можно сократить представительские расходы, командировки. Можно сократить автопарк администрации городского совета. Но потом встанет вопрос. Вот хорошо, мы секвестировали все, что можно. Значит, дальше надо искать новые источники. В ближайшие сессии когда будет? Ориентировочно 14 октября. До этого времени что будут делать депутаты? Сейчас каковы процедуры? До этого времени надо будет собирать практически все комиссии и выносить те вопросы, которые накопились. Просто сейчас из-за того, что были выборы, потом была вот некоторая такая неразбериха, связанная с распределением портфелей так называемых. Накопились срочные вопросы, и их в первую очередь надо рассмотреть. А потом уже в плановом порядке все те вопросы, которые... Остались еще одна. Остались, да. Их десятки актов, которые вносили и депутаты, и городская администрация. Их надо будет потихоньку начинать отрабатывать и принимать по ним решения. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Краснодарского городского совета Александр Грисков.